Четвертая книга Царта, четвертая глава, и с 11-го, или с 8-го стиха. Я хочу, чтобы вы следили. Да, давайте прочтем. В один день пришел Елисей, это пророк, величайший пророк Израиля, был в Санам, это город такой. Там одна богатая женщина упросила ему к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужеству своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. То есть, другими словами, построили ему маленький дом, при своем доме. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал мне, езди в слуге своему, позови эту Санамитянку. И позвал ее, и она встала перед ним. И сказал ему, он через слугу говорит сейчас. И скажи ей, вот ты так заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником? Она сказала мне, среди своего народа, где я живу. И сказал ему, что же сделать ей? И сказал ей, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и встала она в дверях. И сказал он, смотрите, пророчество в ее жизнь говорит. Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказал ему, нет, господин, человеку, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременна. И родила сына на другом. Вот в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок. И в один день пошел к отцу своему, к женицам. И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. И сказал отцу своему, отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его. И вышла. Вот такая история. Не было сына, Бог дал ей сына. Скажите, это чудом было или нет? Абсолютное чудо. В то время, вы знаете, женились и выходили замуж. Обычно мужчина или жених был намного старше. Намного. Девочки могли выходить замуж где-то в 15 лет, 14 лет. И очень большая разница была. Мужчины часто воевали. Много женщин были вдовами, потому что погибали на войне и так далее. То есть, вот такая предыстория. И вот давайте, как бы, эпизод. Мы прочитали историю. Вот эпизод жизни богатой, состоятельной женщины. Да, она богатая была. Но разве это не может случиться, вот эти истории в нашей, у нас сегодня? Ну вот, если мы просто прочитаем, то она останется просто историей общей. А вот давайте обратим на некоторые ключевые слова в этой истории. И мы увидим, мы заглянем в душу этой удивительной женщины. Она действительно удивительная была. И вот я хотел бы первое такое, первое качество этой богобоязненной женщины назвать. Это щедрость и великодушие. Она была очень щедрая и великодушная. И вы знаете, в то время, чтобы построить пристройку домом и поставить туда необходимую мебель. Это далеко не у всех было. Это огромная жертва. Она не должна была это делать. Она просто во щедрости своей души это сделала. Смотрите, восьмой стих. Женщина упросила его к себе есть хлеба. Скажите, упросила. Упросила. Нет, вместе, в школу, скажите, упросила. Упросила. Это не просто, ну знаешь, вот будешь проходить, если что там. Если некуда будет пойти, зайди. Но это не так, вот ты зайди сначала к Игорю, потом клик, вот если вот тот заболел, тот уехал. Ну, некуда, ну, ну ладно. Но. Она упросила. Упросила это значит, ну как сказать, у тебя выбор, а нет. Я от тебя не отстал. Я решила. У меня план. Вы знаете, вот в моем опыте служения я был пастором, одним из пасторов большой церкви. У нас было 3700 человек в одной церкви. И множество, ну, люди везде одинаковые, знаете. Проблемы в семьях те же. Непонимание с детьми или в супружеских отношениях. Знаете, дьявол один и тот же. Проблемы, они, может быть, разные, но не случаются у всех. Мы так же болеем, так же терпим поражение, теряем что-то. И я увидел то, что многие женщины, особенно сегодня, особенно сегодня, даже христиане, они заняты собой. И, знаете, вот здесь вот интересно, она упросила, и чтобы это было постоянно. Но сегодня женщины ищут комфорта себе. Понимаете? Вот эта сущность в человеке, да, в этой женщине, ты правильно говоришь, Лейб? Мне же надо кормить, будет его. Обычно у пророков не было больших домов в то время. Они ходили, благовествовали, проповедовали, творили добро. Ну, вот так они жили очень скромно. Потому что Бог всегда хотел, чтобы пророки на него уповали. Да? А она говорит, да, некомфортно. Да, надо денежку достать. А может, трутся, если да? Или на флоре к Виктору приехали. Ну, зачем жертвовать в церковь? Зачем, зачем на какие-то лагеря играть давать? Ну, слушай, ну, слушай. Он говорит, ну, 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 ну. И вы знаете, что проблема в том, что когда я видел это, я с детьми, даже вот, даже еще перед подростком, это как, отроки, да, вот, как бы, вот, ну, может быть, лет восемь, вот, вот, девять. Вот приходят в церковь, даже у нас, вот, я говорю сейчас. Я говорю, ну, как мама, папу я вообще не вижу, а мама, она сидит на интернете, у меня свои дела у меня какие-то. И он у меня спрашивает, конечно, я служу, я пастор, я призван на служение. Ну, послушайте, матери, материнскую любовь, материнскую мудрость, материнскую заботу даже папа, он не воспоминал. Ну, свояра, как мужчина, женская. И обычно, если мама, ну, занята собой, 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 своим видом, своим комфортом, дети вот там, да, отстань, что тебя погладит там. И знаете, у человека формируется абсолютно предвзятое отношение к женщине. Предвзятое. Ему трудно будет любить свою жену. Это психологи, тебе говорю. Эта женщина была щедрая, она позаботилась о человеке, о котором не должна была, в общем-то, ее никто не просил. И, знаете, я благодарю вот всех вас, мать, матерей, я знаю, что когда вы отдаете свою жизнь, когда вы жертвуете ради своих детей, я вспоминаю, я не знаю, где этот случай был, он несколько лет тому назад, я вспоминаю, у нас, во всяком случае, в новостях был, было это, это, это событие освещалось, когда мама с ребенком стояла где-то рядом, то ли на балконе, то ли как-то там, что там ребенок вот просто вырвался и полетел вниз, по-моему, шестой или какой-то этаж. И вот он только вырвался, летит, и мама прыгнула. Она даже не задумала, она прыгнула, схватила и перевернулась, спиной вдавила, с головой погибла, и ребенок остался живым. Это мать, это мать, которой не надо было, ну что, прыгать? Ну, Боже, ты там за гранией углы стоишь. Вот это, и этот случай, вы знаете, вот он, он как-то потряс всех, насколько мать имеет эту жертву. Кстати, если вот родители, в контексте даже родителей, папа, мама щедрые, дети такие же. Вот если на глазах у ребенка начинается конфликт между отцом и матерью на глазах у ребенка, вот куда пожертвуешь, где сделать добро какое-то ребенок, почему-то вот мы так, как бы, сотворены, что мы начинаем, нам эта тема очень важна, очень, и ребенок впитывает и тут же начинает, слушайте, игрушки давать или не давать, как относиться, вот, моментально копирует. Хорошо, и так, второе такое качество этой предъявительной благочестивой женщины это богобоязненность или благочестие, и духовность, можем так сказать. Вот смотрите момент, девятый стих. Вот я знаю, эта женщина говорит, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, он святой. Слушайте, а вы заметили, что муж ее, который видел этого человека, он не знал, что он святой. Послушайте, нужно быть таким, чтобы видеть такого. Вы со мной или нет? Если ты вот такой, то ты видишь такого издалека. А муж нет, ну, кто это, что это за чудо ходит, мы кормить тоже. Ну, 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 это человек Божий. И, кстати, он святой. И вот здесь, вы знаете, духовный закон, 1 Коринфянам 2,14, апостол Павел говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо бы насудить. Духовно. И вы знаете, я надеюсь, что нет таких здесь. Я иногда, когда на консультации или даже просто в гости пойдешь, начинаешь говорить. Ну, обычно женщины, мужчины, баши. В Америке, я вам скажу так, в Америке работают не так, как здесь только. Не так. И отдыхают не так, как здесь только. У нас нет такого понятия месяц отдыха. У нас нет такого понятия, чтобы во время своей работы я пошел покурил. Я вам скажу, что первая моя работа была в Америке. У меня английский язык был, можно сказать, он больше армейский, скорее, чем армейский. Поэтому... И... 8 без одной минуты в 8 утра я должен был вставить, ну, вы знаете, как... Карточку, что я зашел. Вот. Там, через пару часов я... Чтобы 15 минут у меня взять. Вот так. И потом полчаса еще на обед, и в конце дня еще 15 минут. Вот это все. и все по минутам. И если я кликнул не 8, но 8, но 1, меня начальник на второй раз спросит. Первый раз простит, второй раз скажет, а почему 8, но 1. Вот так работает. Поэтому, ну и отпуск неделя. В большинстве, если, конечно, крупная корпорация, там, да, там, может быть, через 5 лет будет 4 недели и будет разбиваться. Ну, в любом случае, люди работают. А вот женщины. Женщины часто, не иногда, часто, извиняюсь, может быть, всегда кто-то появится, по-другому, как я говорю. Очень часто знают все, кто с кем из Голливуда. Поженился, не поженился. Кто кому из меня читает в новостях, сидят там одноклассники, другие классники, там, ВКонтакте, Бесконтакте, на Фейсбук, на другой бук, куда только. И вы знаете, все знают, но только не о проблемах детей. И это огромная трагедия. Сестры, женщины дорогие, это огромная трагедия. Мы можем знать об этом, мы можем ловить себя вот там, но если мы не вы, и мы, как отцы, тоже, как бы, виновны в этом, не примем решение проводить целенаправленно время, посвящать время. Слушайте, чтобы однажды они выросли и были, знаете, какими? Вот так, как Елисей, святой. Святой. Улица, общественная школа, общее образование, святым не сделает человек. Сделают родители, которые постоянно дают духовную пищу. Вместе молятся, читают Слово Божие, объясняют детям. Но материнская забота это особо. И я, кто-то, если читает историю, я люблю читать историю, я сделал себе заметку, что у Сюзанны, у Уэсли, знаете, кто такой Уэсли, да? Ты величайший проповедник был, так вот у Сюзанны, у жены ее, был Диис, у меня никогда не будет безбожного ребенка. В то время она родила 19 детей, 9 из них умерли. И 10 детей, абсолютно все служители, всех воспитывали для Бога. И что интересно, она проводила каждый день с каждым ребенком лично определенное время. Определенное время. Она, что удивительно, она, у нее был молитвенный час днем. Вы знаете, раньше там платья такие насиливали, как у нас дворяне. Дворяне, я сказал, женщина из дворянского сословия, вот так вот. И там несколько юбок, и вот она садилась посреди комнаты, да, и дети же не сразу умирали, это вот, ну, было там и 15 детей, вот, потому что в то время медицина не очень была. И, и вот она садилась, первую юбку вот эту брала, на себя вот так раз, и ни один ребенок не мог подойти час к ней. Она молилась. За каждого ребенка они могли подходить и слышать, как она произносит их имена. И она стояла в молитве. И вы знаете, Джон Уэсли, это был величайший проповедник, который объездил всю Англию на лошади проповедник. Ну, ездил на лошади, всю Англию бесполезил несколько раз. И, кстати, вот он в 18 веке был самой значимой фигурой страны. Не потому, что папа, мама. Мама решила проводить время с детьми. Поэтому я прошу вас, благочестивая, богобоязненная матери, мы говорим это, мы не проводим время с детьми, мы инвестируем свое время, свое внимание. Потому что, когда мы инвестируем свою любовь в жизнь наших детей или в супруга, оно с отдачей возвращается. С отдачей. Поэтому будьте благословенны, любите детей, будьте богобоязненными, будьте щедрыми. И очень такое недуховное как бы третье качество, я хочу вам представить, это удовлетворенная жизнь. Вы знаете, она ни в чем не нуждалась. И вот она говорит, когда Елисей говорит, слушай, может быть, давай царю, он имел, кстати, Елисей, очень сильное влияние и на царя, и на военных. Он говорит, я поговорю, и мы в твоем современном решении, мы решим все проблемы твои. Вот у тебя есть проблемы, но смотрите, я среди своего рода живу, у меня все нормально. Вы думаете, у нее не было проблем? Но она была удовлетворена тем, что Бог ей дал. Она помогла, знаете, что сейчас сказать? Служу. Вот я такая добрая. от детей нет, во всяком случае, нет сына, нет наследника. Кстати, это проклятие считалось, что у евреев, что у язычников, если нет мальчика, это все, род закончился. Она говорит, ну, ну, если эти народы все нормально. Это удовлетворенность, это внутренняя надежность, потому что она тоже уповала на Бога. кстати, апостол Павел говорит, первое демокрея, что я шелест, давайте вместе прочтем, это короткое стишо, вместе, громко вслух. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Матери, женщины, дорогие, будьте рады вашим детям, будьте удовлетворены вашими детьми, самыми трудными детьми. Я родился седьмым, и я видел всю картину, всю картину, что папа имел, какие трудности, вот он найден, шахтер придет, там, после шахты, ему вообще ничего нет. Но он строил, все, строил, поставление давал, все хорошо, все нормально. Но послушайте, когда мама пришла в нашу жизнь, у меня было где-то полтора годика, вот, и знаете, полтора года ничего обычно дети не помнят. Но видимо из вот этого понимания, что полтора года, я слышу, как мои две сестры кричат, мама, приехала, у меня картина вот запечатлилась, открывается дверь, и заходит эта принцесса, моя мама. И в полтора года я бегу к ней, хватая ее за ногу. Она никогда замужем не была, она служила Богу, вообще в другой области, там, в Украине живала. И она приехала на семь детей. Если папа строит, то мама пела на читала Слово Божие, проводила время. И вот когда я ее встретил, она привезла мне две книжки. Я помню, каким цветом эти две книжки были. И потом провал. Пум, провал, и уже где-то там восемь или семь, я не помню, чуть позже стал уже помнить. разница между папой и новой мамой, которая вообще пришла и посвятила свою жизнь всем нам северой, потом она позже родила, у меня еще братик, такой братик, такой родился, и она посвятила свою жизнь. И вот в моем сознании какая разница, вот знаете, я изменился, моя бабушка говорила, что я когда маленький вот меня там через несколько месяцев отдали папе, я эту бутылку ну значит держал там как-то молочко пил и когда заканчивалось вот а такие кроватки были железные знаете вот так вот и я эту бутылку значит в шарах и разбивал они уже боялись там путывали чтобы она не вот но когда мама пришла бабушка говорит ты поменялся ты изменился ты изменился матери это вы делаете это вы делаете что я понимал это другие мне сказали она она была удовлетворенной женщиной и кстати вы знаете когда мы смотрим на своих детей если мы не удовлетворены жизнью обстоятельствам мы не будем удовлетворены и детьми потому что у детей знаете много караканов в голове столько иногда что думаешь а потом присмотришься они все мои я передал ну это грубое сравнение с меня но вы знаете о чем я говорю но но пренебрегать детьми нельзя и вот мудрый Соломон говорит слушайте притч 29 15 вторая половина стиха отрог оставленный в небрежении позорить свою мать я я удивляюсь когда люди не могут папа и мама не могут справиться с маленькими детьми я я вырос в семье где все справлялись ну ремень был не на словах а в ходу 6 мальчиков и 2 девочки 2 нята там ну девочек не беден мальчиков лечили слава богу забав я не понимаю сроки в этом полчаса оборудована закладывается неправильно решение когда мы не удовлетворены и видим и кстати ну кто из вас матери дорогие не хотел бы чтобы ваш сыночек или доченька ну были как бы лучше чем вы чтобы все все и это нормально это нужно ну знаете когда у меня друг один кстати он довольно известный Максим Максимов он сам художник он говорит вот если я смотрю на кусок дерева он делает вырезать знаете из дерева вот он говорит мне дают пень пенек ну там дерево специальное что было вот пень дали мне они дали пень а я вижу орла я говорю тут начинаю резать резать а человек который дал мне пень смотрю у него глаза такие а я еще когда еще ничего не сделал я уже видел орла я уже видел орла да я это служительница боже и вот говорит вырезаю вырезаю по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть из этого пня орел матерь когда вы смотрите на своих детей что вы видите пень или ты говоришь вот то что мы говорили как мы говорим в Америке а мастер приз ежет не потому что у меня все пушист но у меня мастер вот он вы знаете кем он вырезает руками папы мам с детства он формирует ребеночка руками любовью с заботой папы и мамы б и б б благодаря за дня благодаря и будь удовлетворена дочерь божья благочестивая женщина всем что Бог дал тебе вот все что он тебе дал оно во благо аминь еще богобоязвенно женщина это хранительница вот она эта женщина была матерью хранительницей своего очага и с великой верой в Бога давайте мы увидим здесь он сидел 20 стих на коленях у нее до полудня и умер и она его отнесла куда не к себе знаете куда она отнесла она отнесла к пророку в ту комнату которую они построили она отнесла к нему на кровавку и она не остановилась она увидела что умер но она помнила чудо слышите она помнила чудо как он родился поэтому она принесла его туда где вышло пророчество к ней потому что она когда пришла к пророку она стояла в дверях и получила пророчество хотя веры не было слава Богу Бог дает нам не по нашей вере мы у нас вера иногда ноль давайте признаемся а Бог благое все равно подает и вот в этом случае она ну не обман вы пророку ну ты же ну ты же ты же с этим и сюда говоришь и она помнила откуда пришло и она сюда его и принесла и положила и знаете что она имела эту глубокую веру когда верить причин не оставалось вообще вообще умер на коленях ребенок умер она говорит ну да 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 я несу туда где произошло уже чудо и мы сейчас прочитаем но я вот здесь остановлюсь все братики все вы молоденькие все вы я к вам буду говорить и к себе вы заметили что когда мальчик этот у него заболела голову он подошел к отцу да и такой образом папа голова болит отца там два раза написано он говорит голова болит моя голова болит он говорит он пошел но слуга слушай отдай матери ноя ходит отстань вот это отцы вот это отцы мальчики подростки отцы дорогие или вы только собираетесь пожалуйста если болит сын правильно пришел к отцу папа помоги а кто если не отец и теперь я прочитаю продолжение этого текста которого который мы еще не прочитали что произошло смотрите я выборочно только возьму хорошо это 4 царств 32 здесь стишком прочтем смотрите что делает Елисей и вошел Елисей в дом и вот ребенок умерший лежит на постели и вошел и вошел и запер дверь за собой и помолился Господа скажите помолился это первое что нужно нужно делать молитва отец и поднялся и лег над ребенком это аллегорическое учение для нас отцов картина что он делает приложил свои уста к его устам свои глаза к его глазам свои ладони к его отбердоням и простерся на нем и согрелось тело ребенка скажите согрелось согрелось и встал и прошел по горлице взад вперед потом опять поднялся и простерся над нем и чихнул ребенок раз я накрыл ребенок глаза свои вот это картина отождествления отца и детей глаза к глазам это не так сынок ну я с тобой разговариваю сам по телефону да ищи а что ты сказал ну нормально так все нормально будет делать глаза к глазам сынок мне важно все что ты видишь все что ты пропускаешь через глаза мне важно потому что твои глаза мои глаза я не хочу чтобы ты смотрел все что не нужно на интернете я хочу чтобы ты видел руку божью я хочу чтобы ты видел писание перед собой я хочу я хочу твои глаза мои глаза мои места твои места и твои места и ладони это полное отождествление себя жизнью ребенка согрел он этого ребенка дважды знаете о чем это говорит отцы не останавливайтесь когда вы посвящаете себя больше и больше своим детям не сдавайтесь не бросайте не останавливайтесь на полпути продолжайте любить продолжайте говорить продолжайте смотреть глаза продолжайте молиться написано и чихну ребенок каши с вашим а вы знаете что перед этим он он послал я не буду читать я вам просто перескажу пророк послал елисей послал к еде и говорит слушай вот там ребенок лежит вот мой посох ты иди там положи там все сделай воскресенье знаете что пришел положил ничего это такая обрезаловка не работают отождествление отцы отдайте свою жизнь детям смотрите первый в твоей жизни бог мужчина второй в твоей жизни твоя жена и третий это твои дети только на четвертом церкви потому что церковь присутствует в твоей семье последний женщины к вам мы поможем буквально пару минут еще пятое качество это благодарное сердце я бы добавил смиренное благодарное сердце и позвал он ези и сказал ези и позвал своего слугу и говорит позови эту сарамитян и тут позвал ее она пришла к нему и он сказал возьми сына твоего и подошла слушайте к кому она сначала подошла к сыну но и подошла и упала ему в ноги это огромное смирение богатой женщины огромное сердечное смирение богатой женщины она упала ему в ноги и поклонилась для земли и только потом взяла сына своего и пошла и так качество богатой богатой женщины смотрите следующий слайд она была щедрая и великодушная была духовной и удовлетворенной своей жизнью она была матерью хранительницей и она была матерью с благодарным сердцем это нужно и нам дорогие мужья братья мужчины но так как мы продолжаем 8 марта я хочу чтобы ваши семьи были благословенными никто и ничто и деньги и богатство и слава не заменит мамы не заменит мамы давайте не встанем я хочу склонить просто постойте в таком состоянии молитвенном я хочу обратиться может быть кто-то здесь пришел в церковь и вы слушаете слово Божье и вам может быть не все понятно может быть в первый раз или во второй раз я хочу сказать что вы не случайно здесь друзья вы никто не случайно я не случайно здесь каждый из вас не случайно здесь и я хочу сказать вам независимо от кого кто вы есть Бог любит вас не по делам твоим или моим Бог любит нас а по его благоволению и безграничной благодати он любит каждого грешника большого грешника малень мы всех согрешили и лишены славы и сегодня Господь приглашает чтобы каждый кто еще не уверовал в Иисуса Христа как в Спасителя как в Господа чтобы вы покарились Библия говорит что Бог повелевает всем кто все покается покаяние нужно отвернуться от своих грехов прийти к Богу и сказать Бог прости стань моим спасителем слоните вашу голову если для вас это комфортно можете глаза закрыть я хочу помолиться о вас я хочу помолиться буквально минуточку если в вашем сердце есть желание помолиться молитвой покаяния вы можете это сделать прямо сейчас в сердце не надо вслух говорить просто в сердце скажите Господь Иисус я осознаю что я грешный человек прям молитесь я осознаю что я грешный человек прости все мои грехи войди в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем останьтесь на минутку если вы помолились этой молитвой никто не смотрит его сторонам если такие помолились я хочу о вас конечно помолиться если помолились поднимите руку я хочу помолиться не стесняйтесь не стесняйтесь вижу 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 вашу слава Богу слава Господь я молюсь о тех кто помолился этой молитвой покаяния сейчас ты дай живую веру в Иисуса Христа дай чтобы они уверовали в твою любовь безгожничную ты из любви к нам пришел на этот позорный крест долгов и умер за все человечество ты умер но ты воскрес на третий день чтобы оправдать каждого из нас Господи я молю дай каждому человеку эту глубокую веру в Иисуса Христа как спасителя Господа благослови чтобы они читали Библию возрастали духовно укрепи благослови Господи я благословляю именем Твоим всю церковь каждую семью каждого папу и маму всех деток благослови Твоими благословениями пусть придут благословения в здоровье в крепости ты сохрани этих прекрасных людей отбили несчастье от болезни обереги и благослови Господи и дай чтобы каждый читал Библию Евангелие Твою Господи изучал Слово Твое приближаясь и познавая Тебя насколько Ты милосердный и любящий Господь мы благословляем всю страну Господи Россию благослови Господи да будешь ты прославлен и в этой чудесной церкви преображение наше мы любим Тебя и славим Тебя Отец и Святой Дух Аминь присядьте пожалуйста Тебя